Обсуждение ситуации с бюджетом в текущем году и посмотрели прогнозы на следующий год. У меня сейчас особое внимание удалялось в вопрос финансовое обеспечение указов президента в мае прошлого года. Сонца непростая. Тем не менее, обсудили вопрос о мобилизации доходов источников как в текущих годах, так и в следующем году. Мы определились по возможности изыскания дополнительных внутренних ресурсов в бюджетах следующего года, наметили планы по взаимодействию для того, чтобы мониторить ситуацию в следующем году и также обеспечивать необходимым финансированием приоритетного управления расходов в бюджетах. Не раз повторялось на двух этих совещаниях, что мы сейчас сложены экономической ситуацией даже хуже, чем в 2008 году. Вот в этой ситуации нужно изыскать резервы для того, чтобы выполнять указы президента Владимира Владимировича Путина. Так вот на этом совещании какие резервы удалось изыскать? Во-первых, никто не говорил, что мы хуже, чем в 2008 году. Мы будем значить, что мы лучше, чем в 2008 году. Потому что ситуация сложная, она связана и с реальными положениями экономики, которые связаны с мировым кризисом, прежде всего. Ну и, конечно, с теми повышенными обязательствами, которые лежали перед населением, правда, в исполнении массивных поток. Но это говорит о том, что мы должны повышать качество работы и находить источники дохода для того, чтобы нести столько заработку. Значит, о чем идет разговор, какие-то доходы и что будем делать? Сегодня праздновал регионов, которые имеют богатые практически уже достаточно длительные работы в регионах и уже по исполнению в течение полутора года. Далее очень консультивные и профессиональные предложения и по оптимизации налоговой политики, и по оптимизации тарифной политики. И по реальному положению дел в отраслях, образование, здравоохранение с точки зрения поиска возможностей по сокращению издержек и, соответственно, повышения отходной части бюджета. Поэтому мы говорим о чем, что мы эти предложения сейчас еще раз обобщимся, программизируем. Совместно с Министерством финансов, я просто своими министерствами. И те, которые можно будет принять для дальнейшей реализации, они, безусловно, в нормативной карте будут происходить. Я хочу сказать о том, что очень интересные есть предложения, и, собственно, исполнение массовых указов побудило нас более интенсивно работать в этой сфере, находить возможность для сокращения издержек, находить возможность для повышения отходов, но, естественно, это требует и, в том числе, и в ней нормативно проводить. Поэтому мы сейчас это предложение подготовим, и уверен, что многие из них будут приняты реализовывать. В первом случае поправиться, в чем-то сказали хуже, чем у кого-то? Я не говорила, что хуже. У каждого, у кого-то в чем-то, когда-то, наверное, лучше, у кого-то хуже, но в целом ситуация экономики, мы, опять же, совершенно не объективно говорим, что она хуже, да, потому что значительно выросли заработные платы, значительно повысили социальный расход. Совершенно другие идут расходы сегодня с точки зрения жилищных, с точки зрения поддержки многодетных семей. То есть принципиально другая ситуация. Потом посмотрите сегодня, там есть объективные же еще, да, сколько покупается машин, сколько покупается на вторичном рынке в городе, какие остатки средств на счетах физических лиц. Да, то есть мы же видим, что есть реально позитивные изменения в этой части. Они требуют, соответственно, повышенных расходов и улучшения качества нашей работы, которую мы на классе. Александр Анатольевич, у Татарстана всегда есть предложение по решению подобных вопросов, проблемы. Предложение попросить денег у Министерства России. Нет, это, как бы, может быть, шутко. Вообще мы обстоятельно обсудили все вопросы, связанные с реализацией указов. На самом деле, эта задача непростая. И она комплексная, она касается всех уровней власти, и федерального, и регионального, и муниципального. Мы должны, ведь не только повысить зарплату, мы должны предоставлять качественные государственные услуги для населения. То есть, сама цели нет. Ведь повышение зарплаты, она связана с тем, чтобы мы могли подбирать высокопрофессиональных специалистов, чтобы они добросовестно относились к своей работе. К сожалению, мы больше смотрим проценты, как зарплата увеличится, а не смотрим, какие у нас цифры по ЕГЭ, не смотрим, как вот эта поликлиника, больница, какие результаты у нее по лечебной деятельности. Если это объект культуры, как выполняются те задачи, которые... То есть, мы должны немножко вот эту перевернуть картинку, и я думаю, что она будет более понятной. А что касается, откуда будем брать денег, денег никто не даст. Надо зарабатывать, надо развивать производство, надо малый и средний бизнес, надо строить новые заводы. И у нас на это тоже есть планы. Я думаю, что говорить о том, что ситуация, она сложная, но неплохая. Рост 2% валового внутреннего регионального продукта, это в Европе, значит, медаль получается за это. Но у нас потребности 6-7%. Мы хотим расти быстрее. Я думаю, что надо развивать внутренний рынок в нашей стране, надо поддерживать наших экспортеров, надо создавать производства, которые замещали бы импортные товары. Вот в этом направлении будем работать. Ничего страшного нет, мы справимся с этой задачей. В самом количестве, как бы, что Министерство финансов говорит исключительно нефильский язык. Несначально мы сегодня вручили знак отличных финансовых служб, но в самом количестве... Награда на штагерое. Удикайл Викторович, а все регионы понимают, что надо зарабатывать деньги самостоятельно, а не дают федеральный бюджет? Ну, собственно, ради этой виброводии такие совещания, когда регионы ставят свои вопросы, и получаются вполне квалифицированные и обоснованные ответы. И думаю, что после этого совещания есть около таких. Были сомнения о том, что они зарабатывают, хотя я таких людей не знаю. Я думаю, что эти сомнения откроют. Конечно, надо зарабатывать. Конечно, правильно Ростан Градич сказал, что с одной стороны, надо думать о том, как зарабатывать, как работает реальный сектор экономики, а с другой стороны, надо очень серьезно подумать, где сокращать издержки. Много есть еще резервов, которые по инерции передиграют из года в год. Они, кстати, не поступали по разным причинам, по политическим, там, или еще каким-то соображениям. А сегодня пришло время, опять же, еще раз все посчитать, посмотреть, и эти резервы используют на решение тех задач, которые сегодня ставят в экономике. Спасибо.